Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Я, Павел Михно, расскажу о погоде на день и культурных событиях Гомеля. Также познакомлюсь с другими интересными фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 26 градусов. Ветер будет восточного направления скоростью до 7 метров в секунду. Живопись старейшего гомельского художника Ефима Минивицкого будет представлена в центральной части Дворца Румянцевых и Паскевичей с 25 июня. Выставка «Этого не должно быть» позволит зрителям проследить творческий путь художника и познакомиться с многообразием интересов живописца. Ефим Минивицкий с одинаковым блеском пишет как портреты врачей, писателей, художников, спортсменов и политиков, так и тематические полотна с демонстрациями, строителями и поездами. Есть в ее творчестве место и военной тематики. Свои картины гомельчанин пишет в особом стиле, разделяя поверхность холста на геометрические фигуры, тем самым создавая необычный зрительный эффект. Искусство традиционное и современное. Цикл лекций под таким названием организуют во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Это совместное мероприятие Дворца и творческой мастерской «Воздух». Проект создан для знакомства посетителей с диалектикой нового и традиционного в истории визуальных искусств. На встрече 26 июня будут обсуждаться примеры новых прочтений классики, которые позволяют по-другому взглянуть на музейное пространство. На тему стремления к новому через переосмысление старого участники встречи поговорят 3 июля. Мероприятия пройдут в выставочном зале Дворца Румянцевых и Паскевичей начало в 19.00. Шедевры Ветковской школы иконописи представлены в филиале Ветковского музея старобрядчества и белорусских традиций в Гоменском парке. Посетители могут увидеть около двух десятков икон 18-20 веков из фондов музея и частных коллекций, а также уникальную фотографию иконописца за работой местечко-ветка Гоменской губернии, сделанную в 1907 году и хранящуюся в фондах Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Широко представлены экспедиционные записи и фотоматериалы, которые проливают свет на историю создания той или иной иконы. Выставка продлится до 14 июля. В выпусках программы «Земля наша» творческая группа «Белорусский Терегомель» знакомит телезрителей жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. В эту пятницу героями проекта станут яркие и неординарные жители Октябрьского района Гоменской области. Начало в 15.45. Вечером в пятницу приглашаем посмотреть фильм «Прежде чем я усну». Фильм снят по одноименному роману Стивена Отсона, в основе которого реальное событие. Это история о женщине, потерявшей память. Каждое утро последние 20 лет просто исчезают из воспоминаний Кристин. И каждое утро ей приходится по крупицам восстанавливать собственную жизнь, вспоминать мужчину, лежащего рядом с ней, который в действительности является ее мужем. Муж говорит, что потеря памяти – результат автомобильной аварии. Но так ли это на самом деле? Если вы любитель запутанных и непредсказуемых поворотов судьбы, вам понравится эта драма. Смотрите в пятницу, 26 июня, в 22.00. А теперь я расскажу о других интересных новостях. В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой. Этот вид птиц находится под угрозой глобального исчезновения, и более 40% его мировой популяции гнездится в Беларуси. Теперь эта птица украсила памятные монеты. Но мизматы и любители дикой природы могут приобрести памятную монету «Заказник-звонец» с рельефным изображением вертлявой камышовки, которая кормит своих птенцов. К слову, это седьмая монета из серии «Заказники Беларуси». На реверсе монеты изображена редкая орхидея – венерин башмачок. Она, как и вертлявая камышовка, примечательный вид заказника «Звонец». Серебряная монета 925-й пробы имеет номинал 20 рублей. Она выпущена тиражом 999 штук. Медно-никелевая монета имеет номинал 1 рубль. Ее тираж – 1999 штук. Монеты от Чеканины на казахстанском монетном дворе в Усть-Каменогорске и только сейчас доехали до Беларуси. Американский астронавт Кристофер Кэссиди из иллюминатора Международной космической станции запечатлел невероятное явление. Фотографии он опубликовал в Твиттер. В объектив фотоаппарата астронавта попало солнечное затмение над Китаем. В кадре можно заметить темное пятно, которое распространилось на внушительную территорию. В этом году кольцеобразное солнечное затмение выпало на день летнего солнцестояния. В следующий раз эти астрономические явления совпадут в 2039 году. Парень из Ирака выложил в интернет кадры, которые восхитили и ужаснули многих. Молодому человеку удалось запечатлеть в небе над высокогорной деревушкой в провинции Дахук «Невероятные облака», которые свисают, как гроздья. Пост быстро стал вирусным, а многие пользователи отметили, что небо стало похоже на пористый шоколад. Восхищению не было предела, пока в комментарии не попали специалисты. Они рассказали, что такие облака, хоть и выглядят великолепно, однако являются предвестником серьезной непогоды. Оказалось, что обычные облака состоят из теплого воздуха и воды, а вот пористое небо – это смесь холодного воздуха и льда, которые стремятся к земле. Из-за этого образуются тропические циклоны, которые могут превратиться в тайфуны, ураганы и смерчи. Впрочем, восхищение от уникального природного явления это не убавило. В сети набирает популярность случайное фото черной дождевой лягушки, в которой многие узнают себя. Пользователи приводят в восторг выражение недовольной мордочки лягушки и ее защитная реакция. В случае опасности она раздувается, чтобы казаться больше, и издает истошный писк. Этот звук только веселит многих. Забавные лягушки обитают в Южной Африке и могут быть не только черными, но и коричневыми. Своими лапками они роют норы, поэтому могут жить вдали от водоемов. Молодого человека из США по возвращению ждал дома сюрприз, который устроил его пес. Парень с семьей отправился в магазин на два часа и оставил собаку одну дома. Разумеется, песику это не понравилось. Он от обиды разбросал по всему дому мусор, а также повредил мебель. Разумеется, по возвращению домой хозяин был удивлен, однако питомец даже ухом не повел, чтобы во всем сознаться. Он принялся все отрицать, не встречался взглядом с людьми и мирно разводился в кресле. Поза собаки, а также выражение ее морды говорило только об одном – «Я тут ни при чем». Впрочем, пользователи сети оказались в восторге от такой невозмутимости питомца и оставили много восторженных комментариев. Мультфильм «Лагодный волк» киностудии «Беларусьфильм» режиссер Наталья Дарвина вошел в конкурсную программу Международного фестиваля анимационного кино, который пройдет в японском городе Хиросима в августе. Из двух тысяч заявок со всего мира в основную конкурсную программу жюри отобрало всего 59 работ, в том числе и белорусскую. Мультфильм построен на сказке белорусского автора Елены Масло. В центре повествования – история голодного волка, который имеет доброе сердце и питается только травами, медом и чаем. Но однажды зимой голод стал невыносимым, и волк впервые решил украсть баранчика. Вообще, этот мультфильм о добре. В нем люди помогают волку, который вовсе не злой и не страшный. Лишь тот, кто знает историю, сможет извлечь из нее уроки. Сегодня участники программы «Добрый вечер, Гомель» поднимут тему осмысления ключевых событий Великой Отечественной войны – воспитаний молодого поколения. Что о войне рассказывать детям? Как формировать культуру памяти в обществе? Кто сегодня восстанавливает памятники и имена погибших? Память малой Родины в программе «Добрый вечер, Гомель» смотрите сегодня на «Беларусь 4 Гомель» в 20.25. Не пропустите. Новый день с вами встречали утренний фреш и я, Павел Михно. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. Встречайте утро завтрашнего дня также вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова